Неделя обвалов и обрушений в Одессе продолжается. Вторник, польский спуск, среда, Деволановский спуск, который уже давно требует комплексного подхода в решении проблемы глобальной реконструкции. Утром 3 февраля здесь обрушилась стена, но не только стена, вы видите за моей спиной очень приглядную картину, трехэтажного дома из Ракушняка. По предварительной информации никто не погиб, но поиски продолжались весь день. По информации, которую нам сообщали, не на камеру несколько человек успело эвакуироваться. Здесь проживали лица без определенного места жительства, социально неблагополучные граждане. Прибывшие на место спасатели проводили свою работу, представители департамента городского хозяйства свою. Нам они поведали, что полную ответственность за произошедшее несут две компании, частные компании, которые владеют этим домом, оказываются вот такими руинами, трущобами. У них есть свои владельцы, можно официально владеть. И такое состояние, спровоцированное в том числе непогодой, халатным отношением и привело к очередному разрушению старого, некогда жилого фонда. Давайте послушаем прямую речь представителя департамента городского хозяйства. Деволановский спуск 11 – это не житловое примещение, приватная властность двух компаний. Примещение номер 500 – площадь 1400 метров квадратных, товарное место Арнеп. И примещение номер 501 – площадь 2300 квадратных метров, властник Драгамес-Юанес. За попереднюю информацией, будильная, которая расположена за моей спиной, мает разрушение в результате халатного отношения, скорее всего, собственника непосредственно к своему имуществу, поскольку негода, садки, приводит от того, что даха у будильни нема, до него разрушено. На теперешний час мы ждем результатов ДСЧС, можно працювать и разбирать останки цієї будильни, и позже будет информация, как мы будем действовать в этой ситуации. Еще один важный момент. Не так давно Моско-Циву, на котором мы с вами сейчас находимся, был отреставрирован. Вниз к Доволановскому спуску были проложены симпатичные лестничные пролеты, очень красивые. Брушенный дом повредил один из лестничных пролетов, повредил фонарь. Кто теперь это будет восстанавливать? А разумеется, это нужно восстанавливать за счет компании, которые владели этим домом, который рухнул. Но пока еще неизвестно, как будет происходить диалог между городской властью и тем бизнесом, который приобрел дом по адресу Деволановский, спуск 11. Но опять-таки нужно собирать всех владельцев недвижимости, садить их за круглый стол и отвечать на главный вопрос, как преобразить одно из интересных мест в центре Одессы, которое уже на протяжении многих лет приводится в запустение, в такой неприглядный вид. До местных выборов очень много говорилось о возрождении Деволановского спуска, рассматривались какие-то проекты. Даже у мэрии своя была идея, у оппонентов мэрии своя. Пока что разговоры по разным причинам, скорее всего, финансовая сторона и тот факт, что у Деволановского спуска нет одного конкретного хозяина. Пока что этот вопрос застопорил. Главная проблема, которая не позволяет развиваться этому вопросу, это, грубо говоря, строение, которое находится на этом Деволановском спуске. Вот сегодня случилась трагедия. И сейчас власть должна идти и разбираться, что с этим делать и кого привлекать к ответственности. У нас двойные стандарты в городе. За бюджетные деньги мы реставрируем дом Руссова, который принадлежит частному лицу, а на Деволановском спуске или дом Гоголя мы не будем реставрировать, а будем, скажем так, искать собственника и наказывать его за то, что он не следит за своей собственностью. Если вы помните, где-то месяц назад было решение исполкома, чтобы забирать участника, ту недвижимость, который, по мнению городского совета, неэффективно управляет и там заброшенный и тому подобное. Но это вмешательство в частную собственность и это нарушение закона, и депутаты не поддержали такое решение. Поэтому сейчас для того, чтобы действительно не выбрасывать деньги на ветер, а мы все знаем, что порядка 197 миллионов выделено на реконструкцию Деволановского спуска, чтобы не выкидывать деньги в мусор, потому что если вы постелите новый асфальт, сделаете красиво, вот вы видели, как упала стена? Она упала прямо на отреставрированные ступеньки. И что, и опять платить? Так где логика у этих чиновников? Сначала ремонтировать дорогу, ремонтировать пешеходную часть, а по бокам будут стоять руины, не находить общий язык с собственниками и не решать этот вопрос. Наверняка после этого случая, который имел место быть утром 3 февраля по адресу Деволановский спуск 11, еще более активно будут говорить о спасении важного для туристической Одессы места. Будем обязательно следить за ситуацией. Виталий Хевий, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Продолжение следует...